Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Сегодняшняя наша встреча посвящена прослеживаемым товарам. И вы видите на экране наши контактные данные, то есть наша электронная почта, наши телефоны, телеграм-контакты и адрес сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитика Динес Гардышева-Галина. Если вам по какой-то причине, например, было неудобное время или не удалось досмотреть до конца наш вебинар, то вы можете вернуться, спустя некоторое время зайти на наш сайт и посмотреть уже в удобное для вас время материалы и этой встречи. И мы выкладываем записи вебинаров, может быть, еще какая-то информация о вас заинтересует. Мы вам будем очень благодарны. Также мы будем очень благодарны, если вы зададите какие-то вопросы, то есть за обратную связь, так сказать. Если у вас возникнут вопросы по ходу встречи, либо какие-то другие вопросы, связанные с вашими конкретными учетными ситуациями, то мы будем рады оказаться вам полезными, помочь в настройке, внедрении, сопровождении. Милости просим к взаимному сотрудничеству. Итак, как сегодняшняя встреча у нас будет с вами проходить. Программу встречи вы вот сейчас на экране видите. Мы будем говорить теоретически, так сказать, материалы, проговаривать по слайдам. И будем переключаться на демо-базу. Сейчас я это сделаю. Вот таким вот образом. То есть будем на демо-базе смотреть то, о чем мы поговорили с вами в теоретическом, так сказать, режиме. И к концу нашей встречи мы, может быть, успеем некоторое время уделить на ваши вопросы. То есть милости просим. Буду стараться ответить на все вопросы. Ну вот пока у нас с вами еще, собственно говоря, организационные вопросы. Пока мы на них не смотрим и ждем, у кого какие еще появятся вопросы. Итак, то есть что изменилось в учете прослеживаемых товаров на законодательном уровне. Собственно, какие настройки следует выполнить в конфигурации. что у нас доступны нам, какие сервисы, какие инструменты для прослеживаемых товаров, которые должны быть учтены в составе основных средств. Что касается импортных товаров в эксплуатации. И что касается прослеживаемых товаров, которые учтены в составе работ. Ну, то есть, в общем-то, все, что касается вокруг и около прослеживаемых товаров и изменений 2024 года. Ну, естественно, отчеты и дополнительные сервисы мы с вами тоже посмотрим. Итак, значит, начинаем с теоретической основы. Немножечко, скажем так, обновим воспоминания о том, какими документами регулируются. То есть, что у нас имеется на законодательном уровне. Ну, то есть, система прослеживаемых товаров у нас уже не первый день действует. То есть, это уже не такая горячая новость. И уже немножко все отошли от первого шока, когда это вводилось. Значит, как я уже говорила, вводилось это у нас несколько лет назад. То есть, официально у нас прослеживаемые товары учитываются с 8 июля 2021 года. И, соответственно, они были введены в действия постановлениями правительства. Вот видите на экране. Законодательные документы, которые, во-первых, запустили эту систему в действие, во-вторых, определили перечень товаров, и, в-третьих, внесли поправки в налоговый кодекс. То есть, как говорится, полностью законодательно обосновали применение этой системы. Что у нас попадает под прослеживаемые товары? Ну, в основном, это четыре товарные группы, то есть, компьютерная техника, бытовая техника, машины специального назначения и товары для детей. И, чтобы понять, какой товар конкретно попал под прослеживание, то есть, подконтрольные мы, например, ввозим товары или нет, мы используем коды. То есть, существует достаточно много таблет, они публикуются на многих информационных ресурсах и, допустим, на информационных ресурсах операторов связи, таких как СБИС, Астрал, Консультант. Собственно говоря, формируются списки, таблицы, скажем так, и эти таблицы публикуются. Но основной, естественно, основная информация содержится в кодах ТНВ, то есть, какие коды попадают под прослеживание, и код по видам экономической деятельности. Кодов, на самом деле, кодов достаточно много, даже та же самая бытовая техника, но эти коды, эти списки могут корректироваться, то есть, вот, например, компьютерная, холодильная техника входит в список, и, например, холодильная техника белорусского производства была исключена из таких списков в прошлом году. то есть, естественно, эти списки корректируются, корректируются правительством, и в зависимости от международной обстановки, от санкционного давления, какие-то товары могут у них добавляться, могут исключаться. При работе с санкционными такими товарами, то есть, с прослеживаемыми товарами, естественно, присваиваются номера, то есть, присваивается номер РНПТ, регистрационный номер прослеживаемого товара. Он присваивается при ввозе на территорию Российской Федерации, и, соответственно, этот номер требуется, ну, во-первых, заранее заказать, а во-вторых, существует целый, скажем так, порядок, каким образом присваивается этот номер, что для этого нужно сделать. Значит, в номере РНПТ у нас зашифрован номер декларации и номер таможенной службы. То есть, по этому номеру, по РНПТ, мы сейчас можем отслеживать движение товаров от момента ввоза до момента конечной реализации. на самом деле, в номере РНПТ выглядит он вот таким вот образом, и у нас здесь зашифрованы несколько групп, которые, в общем-то, выглядят так. Первая группа цифр – это код таможни, соответственно, он состоит из восьми символов, вот красно выделено. Вторая группа цифр – вот она у нас, и здесь у нас дата регистрации, то есть, так же, как и таможенная декларация. Дальше у нас идет номер декларации и три цифры, то есть, это порядковый номер уже самого товара в 32-й графе декларации. И состоит этот номер из трех цифр, как вы видите на экране, но если номер не трехзначный, то добавляются нули. Ну, как вы видите, например, если 5, то будет 0, 0, 5, если 15, например, будет 0, 15. Естественно, для того, чтобы работать с прослеживаемыми товарами, нам нужно сделать определенные настройки. Мы с вами сегодня говорим про ERP, и, соответственно, в ERP большинство блоков активируются, то есть, дополнительные функции задаются через раздел НСИ и администрирование, и, соответственно, проставляются чекбоксы. Вот сейчас мы на слайдике посмотрим, как это выглядит, то есть, раздел НСИ и администрирование, мы заходим в раздел настройки НСИ и разделов, и здесь нас будет интересовать вот этот пункт учет НДС, импорт и экспорт. То есть, для того, чтобы создать настройки, мы должны сначала активировать эти функции, а потом мы уже можем работать с этим блоком, подразделом импорт и экспорт. Значит, сейчас мы переключимся на саму демо-базу и посмотрим, как это выглядит. Вот мы переходим в раздел НСИ и администрирование, учет НДС импорт и экспорт, и вот у нас открывается такое диалоговое окно, где мы должны проставить несколько чекбоксов. То есть, чекбоксы при работе с активацией дополнительных функциональных опций, самое основное правило внимательно читать вот такие подсказки, то есть, под полем, которое мы должны отметить, то есть, проставить в него чекбокс, такую красивую зеленую галочку, мы внимательно читаем, что это такое. И, соответственно, у нас, если мы работаем с прослеживаемым товаром, то в первую очередь мы ставим сложок торговли импортным товаром, дальше смотрим то, что в соответствии с нашими бизнес-процессами необходимо отметить, ну, запретить операции с товарами без номеров ГТД, да, то есть, ставим эти отметки, и, соответственно, проверяем здесь, что подходит нашим бизнес-процессам, то есть, проверять заполнение номеров ГТД при закупке по схеме товара в пути, то есть, при длительных сроках доставки, например, железнодорожным транспортом, контейнерными перевозками, дальше, спускаемся немножко ниже, и здесь у нас есть целый блок для настроек по импорту, то есть, ввоз товаров из таможенного союза, да, мы здесь обязательно проставляем галочку, поскольку, во-первых, эти товары могут как включаться, так и исключаться из списка прослеживаемых товаров, естественно, ставим импортные закупки, что мы будем применять, проставляем вложок, что мы хотим видеть импортные закупки с детализацией по документам, то есть, по приобретениям товара, но практически режим экспорта мы можем не трогать в соответствии с задачей, то есть, у нас задача отражать прослеживаемые товары, на всякий случай заглянем, чтобы понимать, что мы пропускаем, то есть, как вы видите, здесь нету непосредственно функциональных опций, которые касаются прослеживаемых товаров, поэтому мы считаем, что мы честно выполнили долг перед дройденной и можем отсюда уходить, то есть, мы активировали дополнительные функции, которые необходимы при работе с приобретением прослеживаемых товаров. И дальше, то есть, как вы видите, у нас здесь достаточно много функций, которые касаются именно прослеживаемых товаров. Ну, начнем, наверное, с самого такого финансового результата, здесь у нас нет, наверное, мы начнем не с финансового результата, а все-таки еще раз с инсей и администрирования, и здесь у нас есть, вот мы с вами заполнили этот раздел учет НДС и импорт и экспорт, и мы перейдем теперь вот в раздел администрирования, и здесь у нас есть учет прослеживаемых товаров, то есть, по этой гиперссылке мы попадем в режим настройка, то есть, мы добавим, что новое, допустим, значит, в этом случае мы должны проверить, что у нас содержится в этих настройках здесь, то есть, инсы и ввод остатков, ну, естественно, если вы раньше уже работали с НСЭ, то есть, допустим, с 21 года вы работаете с этим разделом, для вас это уже не новость, и вы сюда можете не заходить, но если вы только начали, например, продавать какие-то товары, и эти товары попадают в список прослеживаемых, то, естественно, вам нужно зайти сюда и проверить настройки, проверить настройки необходимо также, если у вас есть остатки товаров, которые, например, были на каком-нибудь длительном хранении, ну, то есть, которые вы хотите ввести обороты или, например, использовать для собственных нужд, то есть, во-первых, необходимо проверить номенклатуру на предмет прослеживаемости, попадает, не попадает, это можно сделать по такой ссылке, ну, мы переходим на сайт налоговых органов, и здесь, поскольку у меня, к сожалению, демо-база, то есть, она не зарегистрирована на сайте, то я не смогу проверить, ну, при нормальной настройке, значит, у меня должно открыться вот такое окно, и я могу по наименованию товара, по коду ТНВЭД, как вы видите, по коду ТНВЭД, по АКПД, по наименованию, по декларации, то есть, найти необходимый мне товар, то есть, разными способами, и дальше здесь достаточно много информации, что такое прослеживаемость товаров, мы сейчас не будем на этом останавливаться, но если вы только начинаете работать, то, конечно, эта информация не будет лишней. Классификатор ТНВЭД, то есть, как вы видите, здесь у нас уже достаточно большой перечень товаров, которые попадают под прослеживание, и, естественно, если есть какие-то остатки, которые вы вдруг начинаете продавать, то есть, они у вас появились, ну, скажем так, волшебным образом на сегодняшний день, почему я говорю волшебным образом, потому что, если у нас есть остатки, то, значит, мы уже эти остатки откуда-то получили, но, если они имеются, то есть, если мы не формировали документы по пересечению границы, то есть, таможенная декларация, то, соответственно, мы предполагаем, что эти товары и есть, откуда они взялись, уже нас не интересует, то есть, соответственно, мы вводим информацию через вот эту кнопочку, закладка основная, это содержит, соответственно, склад, который у нас, на котором у нас хранится, и, собственно, перечень, конкретный перечень номенклатурных товаров, материальных ценностей, которые у нас попадали, попадают под прослеживаемость. То есть, смысл в том, что мы проводим инвентаризацию и по результатам инвентаризации заказываем коды. есть очень интересный сервис, помощник, значит, если мы его открываем, в этом случае, у нас есть справочная информация, что нам помогает сделать этот помощник, и что надо для работы с этим помощником, и какие мы должны послать уведомления в налоговую инспекцию и, соответственно, оформить необходимые документы, чем перехода по данным ссылкам. То есть, просто я перехожу по ссылке и оформляю документ. Подробно мы, к сожалению, не сможем на этом остановиться более подробно. Ввод в прослеживаемость остатков переданных на комиссию. То есть, если мы работаем с комиссионными товарами, то есть, например, мы выступаем как агенты или, наоборот, мы передаем свои товары, то в этом случае, соответственно, у нас есть целый блок, целый раздел, то есть, какие документы необходимо оформить. И, значит, здесь у нас и соглашение с комиссионерами. Обратите внимание на контекстную справочку. Если мы вот так ее открываем, то мы видим, что именно этот пункт нам позволяет сделать. И закрываем. Соответственно, если мы работаем с комиссионными товарами, то мы затействуем этот блок для того, чтобы сформировать необходимые документы. документы, это то, что касается товаров, которые мы передали на комиссию, или то, что мы приняли на комиссию, то есть, тоже комиссионные товары, в этом случае у нас будут оформляться другие документы, и, соответственно, сформировать эти документы мы можем вот из этого раздела. Что касается Евроазиатского Союза, то здесь у нас, как вы видите, есть тоже уведомления, которые мы должны отправлять, и достаточно сжатые сроки, то есть, порядка пяти дней, когда мы должны отправить уведомления о, например, вывозе, который планируется сделать и так далее. И сама основная настройка это формирование отчетности. формирование отчетности у нас доступно, ну, во-первых, общий журнал нам доступный, отчет об операциях, то есть, у нас это выглядит вот таким образом, то есть, открываем блок 1С отчетность, при этом, когда мы переходим в этот блок, программа себя нахваливает и нахваливает сервис 1С отчетность, то есть, и блок 1С отчетность, этот блок у нас, вот, например, в разделе регламентированный учет, вот он наш блок, который содержит общий журнал документов, уведомления разные, переписка, выписки из ЕГРО и личные кабинеты, то есть, и сообщения в контролирующие органы. Если мы сейчас переходим, возвращаемся обратно, если мы говорим про сервис 1С отчетность, то этот сервис позволяет производить напрямую обмен с сайтами фискальных органов, вот с какими фискальными органами мы видим вот это линейский пиктограмм, и, соответственно, поподробнее почитать можно по этой ссылке, подключить, это достаточно несложно. Единственное, единственный момент, на который надо обратить внимание, что у нас этот сервис платный, бесплатный, если у вас подписка ЭТС проф, бесплатно у вас будет подключение одного, только одного юридического лица, за все остальные юридические лица за подписку к этому сервису, естественно, нужно за денежки подключать, правда, единственное, что за денежки достаточно цены такие дружественные, то есть порядка 3800 рублей на год, если поделим на месяца, то, соответственно, получится вообще дружественная цифра, но, к сожалению, если умножим на количество юридических лиц, которых хотим подключить к этому сервису, то сумма естественно увеличится. Значит, это у нас с вами сервис 1С отчетность и мы посмотрели, почитали, прониклись, облизнулись, закрыли. Значит, и, соответственно, работать можем мы с сервисом 1С отчетность и с блоком и мы сейчас вот это делаем с блоком 1С отчетность. Мы работаем, когда нам требуется отправить, во-первых, уже сформированные документы, а, во-вторых, сформировать. То есть, здесь у нас с вами входят документы, которые можно из этого блока сформировать. Ну, вот, в частности, например, декларация по НДС. как вы знаете, при работе с прослеживаемыми товарами у нас добавлены определенные поля и в счет фактуру, и в УПД, допустим, документ, и в книгу покупок и книгу продаж. То есть, теперь у нас там указываются сведения по прослеживаемым товарам. Ну, например, вот, возьмем книгу продаж. Книгу продаж сформировать ошибка. По-моему, в Деловом Союзе у меня был пример. Сейчас посмотрим. Нет. Ну, хотя бы так посмотрим. Значит, у нас с вами вот эта табличная часть содержит сведения по прослеживаемым товарам. То есть, вот эти графы содержат номер прослеживаемого товара и стоимость прослеживаемой единицы. То есть, в течение прошлого года и этого года у нас с вами были добавлены вот данные документы добавлены вот эти вот графы. И, соответственно, мы их указывали при документообороте и у нас действует новый формат счета фактуры и УПД также с 9 февраля 2024 года. то есть, мы указываем стоимость прослеживаемых товаров и до 1 апреля 2025 года у нас будет действовать и старый формат и новый формат одновременно. То есть, это переходный период в течение этого срока у нас действуют два формата и по окончанию этого срока останется один формат. Еще были у нас какие изменения? То есть, что все документы, которые касаются прослеживаемых товаров, мы передаем и, соответственно, получаем только в электронном виде. То есть, через операторов электронного документооборота. То есть, соответственно, нам нужно если мы только начали работать с прослеживаемыми товарами, то мы вынуждены оформлять электронную подпись, то есть, усиленную электронную подпись УКЭП и, соответственно, уже с этой УКЭП и передавать и получать документы, которые содержат РНПТ. С 1 января текущего года у нас с вами действуют какие изменения? То есть, первое, что изменились правила обмена счетами и фактурами. Соответственно, мы сдаем уведомления и отчеты по операциям. на самом деле это все регулируется постановлениями правительства, то есть, изменения, которые вносятся в документы оборот, в оформление конкретно каких-то документов, регулируются постановлениями правительства. и, естественно, у нас сдают отчетность по документам, то есть, и декларации, все юридические лица и индивидуальные предприниматели. Ну, естественно, в зависимости от применяемого режима, но с нового года, как мы знаем, у нас ждет налоговая реформа и будет изменяться достаточно сильно система налогообложения, то есть, у нас упрощенцы, те, кто сейчас работают без НДС, будут тоже платильщиками НДС, и, соответственно, в налоговую учет продвиживаемых товаров тоже будет внесено изменение. Сейчас мы с вами немножко вернемся к теоретическим основам, так сказать, вернемся к нашим слайдикам и посмотрим, вот какой материал. То есть, как я вам показывала уже, у нас и книги покупок, и книги продаж, но, естественно, и первичный документ, то есть счет фактура, у нас содержит теперь информацию по прослеживаемым товарам. То есть, вот видите, 10-11 графы у нас содержат сведения по ГТД и по НПТ. Ну, поскольку у нас с вами российское государство, то, естественно, заставить соблюдать законодательные требования можно только через систему штрафов. за нарушения, могут быть в учете прослеживаемых товаров, естественно, предусмотрены штрафные санкции. То есть, вот мы с вами сейчас посмотрим, какие штрафные санкции у нас предусмотрены. То есть, это и административный кодекс, и, как вы видите, достаточно большие штрафные санкции. То есть, если вы не своевременно сдаете отчет об операциях по РНПТ, то, соответственно, за каждый документ у вас будут штрафные санкции. Тысяча за каждый документ, и для эпистов 100 тысяч, ой, извините, не более 30 тысяч, по тысяче за каждый документ. это у нас для индивидуальных предпринимателей, а для юридов у нас будет 100 тысяч рублей. Если мы запустили какие-то ошибки в реквизитах, то в этом случае штрафные санкции будут такие же. А вот если мы неправильно указали какие-то реквизиты, то по тысяче рублей за каждый отчет, который мы должны были подать. и соответственно за отправку бумажных счетов фактур, то есть как вы помните все счета фактуры подаются в электронном виде, то есть счет НДС идет в электронном виде. и здесь у нас другие санкции 200 рублей за каждый документ обратите на разницу внимание на разницу либо тысячи рублей либо 200 рублей, но не более 30 тысяч для ИП и 100 тысяч для юристов. На самом деле достаточно большие штрафные санкции и вы можете собственно говоря достаточно серьезно пострадать. И один из основных вопросов, то есть когда у нас особенно в этом году вводилась маркировка на новые товарные группы, то есть организации, которые раньше с этим не сталкивались, задавали много вопросов, то есть прослеживаемость это то же самое, что маркировка или нет, нет. Прослеживаемость это не то же самое, хотя и цель имеет такую же, то есть ограничить количество контрафактов и сделать прозрачную скажем так систему появления на российском рынке каких-то материалов, но это не одно и то же. При прослеживаемости мы никаких маркировок ни на что не наносим, только присваивается код РНПТ, и соответственно система маркировки не связана с прослеживаемыми товарами и когда мы работаем с вами в конфигурации, то у нас тоже разные инструменты, которыми мы можем оперировать. Мы с вами посмотрели в разделе инсы и администрирования учет прослеживаемых товаров, то есть какие мы должны сделать первоначальные шаги для начала формирования учета, какими документами мы это можем сделать, то есть как оформить комиссию, когда мы сдали на комиссию, когда нам сдали на комиссию, как работать с евроазиатским сообществом в отношении прослеживаемых товаров, и что нам необходимо именно как получить РНПТ, вот допустим по таким ссылкам мы видим, что мы можем, какие документы мы можем создать документы, на самом деле уже достаточно давно устоявшиеся, если можно так сказать, конкретные формы, и как их отправлять и заказывать, так что обычно это не вызывает вопросов, а в общем-то вызывает вопросы, основные нововведения, которые принимаются, то есть последние новшества, которые были внесены в эту систему, у нас касаются октября этого года, 2024 года, ну и соответственно мы готовимся к тому, что у нас на следующий год уже анонсировано много изменений, и соответственно нужно следить за перечнем товаров, которые попадают в список прослеживаемых, и если это ваши партнеры касаются членов ЕАЭС, то в этом случае может быть какие-то товарные позиции будут исключены из этого списка, может быть нет, но документы мы соответственно должны своевременно вносить, то есть оформляем например вот такой документ и заполнение этого документа на самом деле ничем не отличается, то есть так же как и во всех других документах мы должны заполнить шапку, если имеются поля с красным подчеркиванием, это значит поле обязательное для заполнения, то есть если в других документах каких-то мы можем не выбирать организацию, то здесь вы видите красное подчеркивание, значит она обязательно к выбору, ну естественно контрагент, который у вас с которым вы работаете и оформляете первичный документ мы выбираем например пусть будет приобретение товаров и услуг и собственно здесь наша задача будет выбрать нужный документ и код мы тоже должны будем выбрать из имеющегося справочника справочник достаточно большой здесь автоматически его обновление то есть это справочник по которому работает таможня и соответственно мы заполняем все сведения и дальше мы можем использовать на основании заполнение на основании то есть табличная часть будет перенесена из документа основания а дальше мы соответственно сохраняем документы получаем журнал общий журнал учета таких документов значит после того как мы с вами сходили два вместо двух настроек то есть первое место настройки это у нас НСИ и разделы второе место настройки это администрирование учет прослеживаемых товаров мы можем с вами уже оформлять конкретные документы ну например если это у нас касается закупки то у нас вот такая вот история значит здесь мы соответственно заполняем документы про закупки хотела промахнулась документы закупки все ну и естественно у нас в этом случае должны быть оформлены документы к оформлению то есть ГТД к оформлению например вот сейчас мы найдем вот приобретение товаров и услуг то есть мы закупку поставщика делали так и к этому документу мы здесь у меня нет цепочки сейчас посмотрим где у нас еще цепочка то есть по структуре подчинения я могу на основании этого документа составить документ там можно декларация допустим на импорт сейчас я пытаюсь найти где у меня пример с валютой вот значит мы берем в этом случае у меня вот такая структура получается то есть мы приобретаем товары и услуги составляем к этому документу приобретения ГТД заранее запрашиваем коды в налоговых органах и соответственно получаем поступление прослеживаемых товаров значит в этом случае у нас есть возможность с поступлениями работать дополнительно прослеживаемых товаров извините оговорилось значит у нас с вами в блоке сервис есть вот такой переход учет прослеживаемых товаров и соответственно мы с вами попадаем в такие в такое же меню как мы смотрели по настройкам НСИ и администрирования то есть вот остатков ну то есть те же самые пункты перехода то есть по гиперссылкам которые мы уже с вами посмотрели и по этим гиперссылкам мы можем оформить необходимые документы то есть в меню сервиса нам доступны и из меню закупки прослеживаемые товары меню склад у нас тоже здесь есть учет прослеживаемых товаров ну то есть из других разделов мы можем отдельно попасть в одно и то же место то есть в рабочее место например по учету прослеживаемых товаров так у нас с вами какие-то вопросы так здесь у нас разберется модератор это касается не одного ага ну то есть пока вопрос касается технической составляющей нашей встречи поэтому ответит модератор мы на эти вопросы не будем отвечать так и собственно говоря основной основная задача это отчет в налоговые органы и здесь мы с вами вот переходим в раздел регламентированный учет значит и смотрим что у нас есть здесь на что надо обратить внимание то есть не обязательно не обязательно не пропустить и и здесь мы видим значит как мы уже говорили если я запускаю регламентированные отчеты то у меня программа себя хвалит и говорит как вот как мне жизненно необходимо включить сервис 1С отчетность я прониклась и все но кроме того что мне для того чтобы включить этот сервис необходимо дополнительное телодвижение то есть у меня этот сервис запускается при наличии ну во-первых подписи а во-вторых пока я допустим не готова использовать этот сервис и здесь у меня в первую очередь меня интересуют уведомления потому что я должна подать уведомления которые которые необходимы например для получения налоговых органов ой налоговых от налоговых органов получения соответственно РНПТ как вы видите здесь у меня есть и переписка и допустим вот если я передаю информацию ну например так если я хочу передать информацию о декларации то есть я соответственно выбираю налоговые так выбираю во первых организация значит я выбираю во первых необходимый налог если это допустим касается прослеживаемых товаров то это в первую очередь НДС то есть декларация по НДС и соответственно книги покупок книги продаж значит здесь я могу создать дополнительно кнопочка создать и я выбираю например вот у меня декларация по НДС немножко неправильно сделала вот так вот так вот так и выбираю соответствующую декларацию вот вот в этом случае у меня допустим я деловой союз выбирала создать создается документ который я передаю в налоговые органы и вот таким образом соответственно здесь у меня уже включены в раздел 8 допустим книга заполнить заполнить и сохранить то есть соответственно у меня заполняется последним который уже содержится ну правильно у меня программа ругнулась то что она не может проверить моих контрагентов поскольку у меня в основном виртуальные данные естественно это не зафиксировано в налоговых органах в сервисе контрагентов и допустим у меня раздел 9 где тоже книга покупок книга продаж заполняется ну то есть я формирую ту отчетность которая необходима сейчас мы делаем вот таким образом вот так и уведомления и сообщения я могу послать не только из этого режима как мы с вами уже смотрели но и из дополнительного режима то есть из администрирования так сейчас мы с вами сделаем таким образом закупки значит мы с вами выберем вот так учет прослеживаемых товаров выберем отчетность и соответственно если мне необходимо например сформировать отчет сроки предоставления отчетности у нас в этом году едины для всех то есть если раньше было что-то сдавалось 20 числа до 25 то теперь единые сроки то есть до 25 числа и соответственно мы ставим пусть будет деловой союз создать и соответственно уже готовое готовый документ мы должны подать в течение 5 дней то есть у нас формируется сам отчет и сейчас мы видим титульный лист отчет об операциях и вот таким образом то есть мы меню заполнить нажимаем если у меня не сформировалось сразу то есть сразу по умолчанию формируется по текущим данным но если я хочу внесла какие-то изменения то хочу изменить данный отчет сформированный я нажимаю кнопочку заполнить и у меня уже оперативная информация которая существует будет перенесена сюда значит у нас с вами введено еще дополнительно в этом году необходимые сведения то есть не только товары и материалы у нас с вами подлежат прослеживанию у нас также прослеживанию мы должны отражать прослеживаемые товары в формировании основных средств и при оказании услуг то есть во-первых у нас действия нового формата как я уже говорила начинается а во-вторых в 2024 году у нас с вами в общем-то не только не только ввоз через таможню когда присваивается РНПТ но у нас точно так же необходимо отражать прослеживаемые товары если мы приобретаем товары на распродажах и например по различным каналам не только по распродажам но и собственно говоря разные способы торговли сейчас применяются и маркетплейсы и естественно в этом случае мы должны будем учитывать и при использовании других способов ввоза и приобретения товаров и услуг то есть при мы с вами когда делали настройки мы с вами оформляли эти настройки вот здесь мы с вами указывали при настройке импорта значит мы с вами импортные закупки отметили и Евразийского союза и отметили поставили чекбокс запретить операции с товарами без номеров ГТД то есть у нас с вами в этом случае при указании номеров ГТД будут формироваться все документы а если мы не указываем ГТД то естественно получим предупреждение от программы и прослеживаемые товары как я говорила мы с вами через меню настройки попадаем в этот же раздел то есть у нас с вами стоит запрет на не указание НДС и мы отталкиваемся от того что у нас дополнительная функция контроля и РНПТ и НДС и таможенных деклараций номеров таможенных деклараций ну значит на какие мы с вами можем еще дополнительно получить отчет для того чтобы по работе и с прослеживаемыми товарами ну например вот при продажах то есть мы с вами смотрели в основном закупки учет прослеживаемых товаров при продажах у нас с вами этот же сервис доступен из раздела сервис и у нас с вами есть отчеты по продажам дополнительные которые это управленческие отчеты собственно говоря которые нам доступны во всех разделах как вы видите отчетов достаточно много и сейчас у нас и допустим по товарам и услугам то есть например при формировании стоимости основных средств учитывается монтажные работы то есть работа с использованием прослеживаемых товаров и посмотреть какие отчеты вот видите мы достаточно много отчетов можем посмотреть и это мы с вами смотрели блок отчетов он есть в каждом подразделе то есть отчеты по продажам и сервис учет прослеживаемых товаров и та же самая информация у нас с вами есть по закупкам то есть блок отчетов управленческих то есть нестандартных бухгалтерских и здесь у нас есть вот такая тоже такой же сервис и значит мы с вами можем посмотреть еще отчеты которые связаны с так мы с вами можем еще посмотреть отчеты которые располагаются у нас в финансовом результате то есть здесь тоже список отчетов финансовый результат почему для нас важен потому что здесь содержится пожалуй итоговый документ это документ закрытия месяца и соответственно это рабочее место закрытия месяца и здесь есть достаточно много отчетов которые позволяют отследить движение товаров ну то есть товары которые хранятся то есть довальческое сырье подавальческому сырье по собственным товарам организации ну и соответственно вывести отчеты которые нас интересуют по блоку НДС и по блоку дополнительной информации по прослеживаемым товарам на этом пожалуй к сожалению наше время уже заканчивается я хочу немножко остановиться вот на чем мы с вами сейчас вернемся к нашим слайдикам то есть по прослеживаемым товарам мы посмотрели что у нас штрафные санкции достаточно высокие в этом в этом именно разделе и хочу во-первых вернуться к титульному листу а во-вторых еще раз отметить что штрафные санкции у нас очень сильно выросли не только по отношению к прослеживаемым товарам но еще хочу обратить ваше внимание на то что у нас очень сильно увеличились штрафы статистики и по воинскому учету то есть то на что раньше не особо обращалось внимание извините переключилось так значит штрафы статистики можно предупредить на самом деле достаточно просто то есть сейчас мы перейдем в журнал еще раз в нашу демо-базу то есть когда мы с вами находимся в блоке регламентированный учет в журнале общем журнале документов то есть журнале отчетов у нас с вами доступны вот эти пункты меню немножко в другой компоновке то есть мы с вами их можем открыть через журнал и можем здесь же открыть личные кабинеты значит переходим сюда поскольку бухгалтерам чаще приходится работать именно с этим интерфейсом и значит здесь личные кабинеты почему я хочу на нем немного заострить ваше внимание потому что личные кабинеты у нас есть и налоговых органов то есть личный кабинет налогоплательщиков и пистов и юридических лиц и статистика то есть вот она у нас при переходе в статистику мы можем по своему ИНН проверить под какие выборки попала наша организация потому что достаточно много статистика ввела новых отчетов по штатному расписанию по численности по персоналу и так далее и в этом случае если вы например спали спокойно и не знали что вы попали под какие-то очередные выборки и не сдали своевременно отчеты в статистику отчетов много даже вот в начале этого года 24-го были введены новые отчеты в случае нарушения сроков предоставления отчетов или не сдачи отчетов штрафные санкции составляют на первый случай 70 тысяч при повторном правонарушении до 150 тысяч а это статистика на штрафы и за воинский учет штрафы вообще одни из самых серьезных то есть 400 500 тысяч 5 и соответственно большие штрафы предусмотрены только за нарушение маркировки то есть за немаркировку табачных изделий то есть там штрафы до миллиона то есть это может быть не совсем связано с прослеживаемым товаром но это связано с усилением штрафных санкций про которые мы только что поговорили и соответственно штрафы за маркированную продукцию очень высокие штрафы за воинский учет у нас достигают до 400 тысяч если воинский учет не ведется и поэтому просим вас обратить на это внимание поскольку прослеживаемые товары маркированная продукция это постоянно изменяющаяся в общем-то скажем так налоговые базы то есть вводятся новые товары для маркировки продукции вводятся новые товары для контроля прослеживаемости поэтому на это стоит обратить внимание еще один дополнительный сервис на который мне хотелось бы обратить ваше внимание это работа с единым налоговым счетом то есть вот здесь в этом списке личных кабинетов в принципе достаточно давно существующие личные кабинеты сервисы но в разделе регламентированный учет у нас с вами есть блок единый налоговый счет и вот здесь у нас есть еще один личный кабинет который не входит вот в этот перечень то есть личный кабинет который мы можем открыть для работы с единым налоговым счетом имеет одну особенность почему я несколько раньше говорила про сервис 1С отчетность потому что например если я хочу подключить конечно я хочу подключить сервис налоговый личный налоговый кабинет по расчетам то есть расчеты я хочу видеть я хочу контролировать так сказать и оперативную информацию по ним иметь поскольку у нас теперь все платежи с налоговыми органами проходят через единый налоговый счет и вот здесь вот мне программа при попытке подключиться пишет что извините а у вас должен быть подключен сервис 1С отчетность значит я уже начинаю с лиц и давайте хочу значит в этом случае я должна буду учитывать что у меня во-первых есть или нет действующего сертификата ну например пишу что он у меня есть на токене на самом деле поскольку у меня здесь нету то здесь мне сейчас выскочит инструкция каким образом я могу получить этот сертификат так но это мне сейчас будет не интересовать я пытаюсь показать другой момент то есть у меня если я хочу подключить вот этот сервис у меня сейчас выскочит диалоговое окно в котором я должна буду заполнить сведения про своих руководителей про то у кого из них есть подписи достаточно квалифицированные или не квалифицированные ну то есть диалоговое окно для заполнения и в этом диалоговом окне будет отражена стоимость подключения то есть тарифы для подключения сколько будет стоить если у меня например подписка InSitechna то для меня не будет бесплатных подключений и сколько будет стоить стоимость подключения например на год на два года то есть я могу долгосрочно подключить этот сервис И вот именно при попытке работать с единым налоговым счетом, то есть личный кабинет единого налогового счета, он почему-то у нас не вошел в этот перечень. Он у нас живет немножко отдельно и здесь он не предусматривает такого сервиса, как у нас есть в этом блоке. То есть здесь я могу личные кабинеты, допустим, той же налоговой службы включить без всяких дополнительных подключений, например, той же функции 1С отчетности отдельно. То есть здесь у меня только ругается, что, извините, ваш браузер устарел, но возможность работать с этим блоком у меня сохраняется. А вот с личным налоговым счетом вот у меня проблемы. Личный налоговый кабинет мне не хочет давать к нему доступ, то есть пока я не подключу отчетность за денежки. Ну, возвращаемся обратно к нашим слайдикам. И мне хочется еще раз напомнить наши контактные данные, то есть наши телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. На этом наше время, к сожалению, уже вышло. Разрешите поблагодарить вас за время, которое вы нам уделили, за внимание. Надеемся на совместное сотрудничество. И будем рады оказать вам любую помощь. На этом разрешите попрощаться с вами. Пожелайте хорошего дня. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok